Всяких вот учет очков, набранных на предыдущем этапе, дает такие же шансы на выход в следующий этап, на победу в группе любой из трех команд, которые эти группы составляют. То есть здесь вот в прямом, в очном, так сказать, споре выясняется, кто на сегодняшний именно день сильнее, поэтому вот такая вот и борьба упорно, хотя еще раз повторяю, Трентина первая, Джустина двенадцатая по итогам регулярного чемпионата, но играют они сейчас на равных и пока очень хорошо действуют, ну, тренда, понятно, в свою силу, А вот их соперники приятно удивляют нас пока вот по первой половине партии. Кстати говоря, обо всем, все то, что мы сейчас вам сказали, подтверждает и результаты первых партий в двух других парах. Виба Валентия обыграла Кунева, тоже разница в местах довольно приличная, а Верона, Верона, да, Верона Мочерату в первой партии. Да, совершенно верно. Эти же команды играли последний тур друг с другом регулярного чемпионата, и тогда Мочерата с большим трудом одолела своих сегодняшних соперников со счетом 3-2. Ну, вот теперь им воздается в некотором смысле из-за их такую расточительность по ходу последнего тура. Сегодня вот Сан-Жустина очень уверенно выглядит лидером регулярного чемпионата, но на самом деле определенные резоны есть для них побороться хоть за что-нибудь, поскольку второе место вот на этом таком групповом этапе плей-оффа даст возможность тоже побиться за участие в Еврокубках. То есть за... Ну, команды, занявшие вторые места вот в этих вот четвертьфинальных группах, будут играть плей-офф за пятое место за участие в Кубке Вызова. Второй технический тайм-аут. Мы работаем сегодня, ну, в так называемом хоккейном варианте, то есть сам матч еще не закончился, но идет его, так сказать, следующая фаза, уже не первая партия, а мы с вами наблюдаем начало пока матча. И после второго технического тайм-аута Сан-Джустина ведет вот уже после этой подачи на вылет... Рауа Вердинка. Рауа Вердинка, да, подача на вылет 17-15. Кстати, надо сделать небольшую корректировку в составе. Немножко изменились составы команд. Команд на площадке в Тренте у хозяев площадки находится под 17-м номером центральный Матео Бургшталер, а не Миттер Джуич. Миттер Джуич уже на площадке нет. Не успели мы заметить, когда произошла эта замена. Итак, 17-й номер итальянец Матео Бургшталер и также итальянец Эммануэ Либерарелли. Пока лицо радости настойчиво, в общем, излучает спокойствие и уверенность. Но я думаю, что вот такая упорная, сконцентрированная, хорошо очень организованная и аккуратная игра их соперников, я думаю, что уже посеяла какие-то опасения в его душе. Действительно, Трент проигрывает уже на протяжении практически всей первой партии. Подключились мы к матчу, когда счет был 5-8 в пользу гостей. И вот с тех пор держится этот разрыв. Иногда он сокращается, как было при счете 13-13. Но вот Сан-Жустина снова уходит вперед. Посмотрим, что приготовил нам Османи Хуантаре на своей подаче. Пока ее идеально приняли. Забить не удалось. Будет ли доигровка? Бургшталер не рискнул. И блок хозяев делает свое дело. Матей Казийский и Эммануэ Либерарелли ставят блок на Эвана Патока. Это была его первая попытка. Скидка. Тут трудно сказать, что то ли высоты, то ли ширины этой передачи не хватило. Но похоже, что там деваться ему было некуда. Вот в таком организованном блоке. Тут же следует ошибка Хуантарена на подаче. Либераджио уступает в свое место центральному. Ларри Себастьян Крюс. Он сейчас уйдет с площадки. Он на подаче. Аргентинский центральный всегда очень здорово подает. Штокер. Но его атаку смягчает блоком. Все вроде правильно сделали блокирующие Трента. Но мяч от их рук отскочил так удобно для того, чтобы его можно было добить с той стороны. Это сделал Данила Финаци. Истойчев предпочитает взять тайм-аут как раз под подачу Ларри Себастьяна Крюсон. Ну, в общем, это и неудивительно. Там подача хороша и разница в счете растет в пользу соперника. В общем, дальше уже может даже перерыв и не пригодится. Последний матч с участием команды Сан-Жустина, который мы вам показывали, был матч против Падова. Против команды, занимавшей 13 место. Тогда, правда, Падова победила. Это, так скажем, была их такая лебединая песня в серии А1. Пытались они напоследок лопнуть дверью. И тогда уже мы обратили ваше внимание на то, что в основе, основным связующим с Сан-Жустиной, играет не серб Влада Петкович, а никому неизвестный до сих пор Райли МакКибен, американец. Терзались мы догадками, с чем это может быть связано. Вроде бы никакой травмы у Влада Петковича нет. По крайней мере, нам об этом неизвестно, но как-то остается фактом. 23-летний МакКибен на этом этапе чемпионата вытеснил из состава более опытного Петковича. Пока я нигде не видел информации, кто будет играть за сборную США на месте связующих. Может быть, за это место удастся побиться Райли МакКибену? Я помню из нынешнего состава, который уже заявлен на мировую лигу, расширенный состав. Хансон и Сужу. Двое точно, а вот если третий и четвертый, ну наверняка третий Сужу еще есть, четвертый, не знаю, а третий наверняка есть. Не помню, но мне кажется, что это не МакКибен. Наверное, это Брайан Тортон. Тортон, совершенно верно. Из Естерджепски. Ну вот, интересно, может быть, когда-нибудь Райли МакКибен, учитывая его нынешнюю сыгранность с Эваном Патоком, сможет поиграть за сборную свою. Посмотрите, что с тренда творится. Штокер при таком счете не подает. При том, что он обычно предпочитает все-таки подавать, пусть не очень мощно, не на вылет. Да и сейчас просто никак не рисковал. Это был ни пламер, ни нацеленная острая подача. Просто перебил мяч через всю площадку в пределополе. Кстати, заметим, что друг другу противостоят основные либерам сборной Италии. Это Андреа Барри и Джоови. Кстати, на Кубке мира основным в итоге стал именно Джоови. Ну, там, правда, была небольшая травма. Уж не знаю, имела ли она решающую роль для Маура Берута. Ну, так или иначе, вытянул он из состава Андреа Барри. Действительно, очень он здорово принимает. Вот эта атака ваут какая-то, ну, то есть не ваутблок, простите, какая-то неубедительная, робкая и такое ощущение, что был падок, по-моему, если я не ошибаюсь. Просто не знал, что делать с мячом. Понятно, что тройной блок, но, тем не менее, что-то можно было придумать более продуктивное с точки зрения достижения результата. Естественно, что пригодился сбереженный тайм-аут Хэнку Янхелду. Диего Мосна на ваших экранах, директор клуба президент Трента и президент Лиги Серия-1. Вот еще одна ошибка Ивана Патока. По-моему, впервые в этой партии выводят вперед Трента. Может быть, это все-таки был Раувердинг. Раувердинг, я прошу прощения, конечно, это был... А Паток в данном случае пасовал. Отдал, в принципе, сносную передачу, но учитывая то, что он не связующий, пасовал вообще из-за пределов площадки. В любом случае, передача была такой, что с нее в аут был бить нельзя, тем более при таком счете, в этой ситуации. Ну, это легко рассуждать, сидя у экрана телевизора или монитора, как мы с Иваном. В игре все намного сложнее, тем более, что, как мы уже говорили, ставки на эту игру весьма-весьма высоки. Данила Финальзе на подаче. Несложный планер. Делалунга был в приеме, но он не смог подстраховать, хотя его вывели вместо Матея Козийского именно на заднюю линию. Поднял он неплохо, а вот в защите немножко подкачал итальянский доигровщик. Ну что, кто-то попал в один блок Мальк Кибина. Это уже, в общем, факт такой тревожный для Трента. Нет, сейчас нет. Два раза Ян не ошибается. Отметим, насколько упорная первая партия. В этом матче 23-20 и уже счет. Мател Бургшталер вводит мяч в игру. Довольно простой планер. Как задрал высоко Мак Кибин эту передачу. Блок успел собраться. И вот на сегодняшний раз это был, по-моему, Паток. Да, это был Паток. И Паток, в общем, не готов был. Бургшталер по-прежнему на подаче. Перестраховался явно связующий с Андрюстино. А может быть, нервы немножко сдали. Может быть, он просто забыл, что Паток на задней линии. Посмотрим. И заступ от Левана Патока был. Совершенно верно. Все было хорошо до конца. До счета 23-23. Очень аккуратно все они играли. Я имею в виду, в первую очередь, Сан-Джустино. Вот последние мячи как-то не хватило мастерства или нервов. Ну, как бы то ни было, тренда свое взял. 25-23 первая партия. Да, судьи. Кстати, вот судьи-то мы и не представили. Первый арбитр сегодняшнего матча Андрея Пехер. И помогает ему Даниэля Раписарда. Ну, а у нас давайте сейчас посмотрим, какую часть второй партии. С какого момента мы ее вам показываем. Нет, мы ее показываем с самого начала. Ну, вы помните, в начале репортажа мы сказали о том, что работаем в так называемом хоккейном варианте. Когда действие показывается в записи, а на самом деле оно в реальном времени еще не закончилось. Ларри Крюс был в нападении. Сам же он идет выполнять подачу. Довольно ударный центральный. Разобрались хорошо. Влибались от Сан-Джуристина все-таки, что нужно метод мяч подбить. А то там было какое-то замешательство. Контратаку организовать удалось. И все-таки очко досталось Трента. Штокер был в нападении. Атаковал чешский диагональный с задней линии. А бокс мягчил хорошо. И только вот Крюс как-то неуверенно сыграл на страховке. Одной рукой пытаясь оставить мяч в игре. Джови до последнего провожал этот мяч. Пытался его уговорить, чтобы тот улетел. Все-таки ваут. Доставал он этот мяч довольно уверенно. И решил все-таки его пропустить. В плане у Рафаэля Берарея действительно довольно коварный. Очень хорошо он был нацелен в самой-самой уголовой площадке. Ну а сейчас атака первым темпом, безусловно, ваут. Данила Финация ошибается. Не так он здорово играет в нападении, как Ларри Крюс. Чувствовалась какая-то скованность в его движениях, неуверенность. Берарея по-прежнему на подаче. На этот раз отлично принял Андреа Джови. Козийский. Вы видели, как сыграл в защите блестяще. Как место занял. И атака его была очень технично. Отыгрывался он. На выигры сыграть было нельзя. Он бил в ладони блокирующих, чтобы его подстраховали. Это как раз и не очень получилось у его партнеров по команде. Ошибку объявили Маттео Бургшталеру, который совершил двойное касание. Вот открытый ладонью захватил мяч скорее, а не отбил его. Эван Паток атакует все-таки ваут. Ну, пока вот игра этого американского диагонального в составе Сент-Жустина, я имею в виду Эвана Патока, особого впечатления не производит. Двигается он как-то тяжеловато. Бьет довольно медленно. И самое главное, много ошибается. Ну, Штокер, как всегда. Сейчас его визави Патока команды Трента. Я не знаю, Штокер. Как всегда уверен, убедительно хорош. Тино Урнаут рискует, как и в прошлой партии, но в прошлой партии Сент-Жустина начало с того, что организовывался довольно приличный отрыв. А вот без такого отрыва такой довольно огульный риск выглядит не очень обдуманным. И доигровка от Асмани Хуан Торена. А Казийский перед этим какую подачу зарядил? Казийский обладатель одного из рекордов, официальных рекордов по скорости подачи. 134 километра в час было у него на Кубке Италии в 2009 году. Многократно он обладает различных наград, как самый результативный подающий. До сих пор он представляет большую угрозу при выполнении этого элемента. Хотя в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата лидером по количеству очков с подачей является его напарник по команде Асмани Хуан Торена. В общем, такую пару доигровщиков, конечно, любая команда мечтала бы иметь. Я имею в виду Хуан Торена и Казийский. Вот эта пора, как мы выяснили, как узнали, как нам сказали, сообщили совсем недавно, распадется в следующем сезоне. Вроде бы уже все точно заявлено, что Асмани Хуан Торена переходит в Казанский Зенит. Хотя еще буквально там месяца-полтора тому назад Диего Мосна заявил, что Хуан Торена остается в Трента. Вообще у него контракт был подписан до 2015 года, представляете? А было это три года тому назад. Ну вот, что-то изменилось. И Хуан Торена покидает, видимо, Трента. Видимо, это все проблемы со спонсорами. Кризис не обошел и Италию, а, соответственно, и итальянский чемпионат. Вот таким образом и греческий чемпионат полностью утратил свой уровень. До этого был он одним из самых ярких тоже чемпионатов. Но опять же за счет легионеров. И вот сейчас, как такового, греческого чемпионата уже и не осталось. То есть вот ушли все легионеры, а своих греков не так уж много. Блестящую атаку и Бурчестайлер отправил камп... Возвращаемся мы на площадку в городе Трента. И смотрим мы вторую партию. Начиная уже с момента после второго технического таймаута. Муно-Либерарелли на подаче. И счет 16-8. Для нас это тоже определенная неожиданность. Снова смотрим мы такими урывками небольшими, с небольшими купюрами. Данила Финаци был в нападении. Не успел к нему Матео Буркестайлер. И посмотрим мы сейчас на подачу Эвана Патока. И заметим, на площадке появился цвет на Соколов. Болгарский диагональный в составе Трента. Заменил он, соответственно, Чеха Яна Штокра. Не очень доволен, видимо, остался радостно и стойчив игрой своего основного. Диагонального. Интересно, в какой момент произошла эта замена. Потому что Трента в тот отрезок второй партии, который мы с вами не видели, совершил довольно серьезный рывок в счете вперед. Семь очков они впереди сейчас. Интересно, это с выходом цвета она связана или с общей игрой. Но вообще, мне показалось по началу второй партии, что Трента так немножечко встряхнулся, встрепенулся, что ли. Потому что, видимо, они как-то более или менее благодушно вышли на первую партию. Позволили своим соперникам вести совершенно равную с ними игру. Хорошо, что вот в конце первой партии, хорошо для Трента, конечно, что им удалось там вырвать победу. И то во многом благодаря двум ошибкам нападающих Сан-Джустина. И вот во втором сете, видимо, они как-то взялись за дело посерьезнее. Взбадрила их немного такая игра с Сан-Джустина, которая разительно отличается, но не в данный момент, а вот именно по первой партии от той игры, которую они демонстрировали в регулярном чемпионате. Но плей-офф это вот совсем другая история уже. И на подаче опять Матей Казийский отличается. Очень интересно посмотреть, сколько у него в итоге будет результативных подач после завершения этого матча. Матей подает, невзирая на лица, на той стороне площадки, которая принимает матч. Заставил ошибиться к нему рнаута очень, в общем, сильного принимающего игрока. Финансы. Выполняется. Довольно неприятный планер. Несколько очков набрали в первой партии на его подаче. Ну, не с этого захода. Матарен от души приложился. Как-то там и блок одиночный позволил ему это сделать. Не успел Ларри Круз совершенно, а помогал ему ралли Макибин, который, наверное, не является на данный момент угрозой для такого нападающего, как Матарена. Бортхайлера все боятся на подаче. И вот мы видим Лукушу Жигадло. Кстати, тут надо бы, наверное, объявить об очередном трансферном событии. Лукушу Жигадло надоело быть вторым связующим в составе даже такого клуба, как Трента. Переходит он на позицию основного связующего в польский клуб Листыржевский. Любят его очень в Польше, хорошо знают. И, в общем, никаких сомнений нет, что он может отлично играть и на позиции основного игрока, основного связующего практически в любой команде. Выход Лукушу Жигадло был очень хорошей передачей на Хуан Торену, на одиночный блок. Ну, тут же ошибся сам, выполняя подачу. Хотя счет, в общем, такой, что может, уж очень себя не корить за это ошибка. Самый ввод появился у Сан-Джустина. Андре Барри принял его подачу. И атака первым темпом. На какую позицию Томас вышел? Ну, наверное, на место... Вместо его на... Атака, я так понимаю. Ну, вот на позиции диагонально ему, наверное, уже тяжело будет играть. Вместо кого-то из доигровщиков, скорее всего. Сейчас посмотрим. Он Торену на подаче. Джоис справляется. И вон Паток отыгрывается от блоков. Да, Паток на площадке. Паток атаковал сейчас. А вот в Тренте на передней линии находился сейчас Делла Лунга. Который обычно заменяет Матея Казийского на задней линии. Ну, теперь, видимо, Стойчев решил дать ему поиграть немножко побольше. Счет повторю еще раз, но счет позволяет, конечно. 23-14. Беррорелли на подаче. Помним мы его. Меткий эйс прямо в девятку, условно говоря. Вот в футбольной терминологии. Очень глубоко был вкинут в мяч для атаки у Пайп. И был это, по-моему, урнаут, если я не ошибаюсь. Успел он и прыгнуть, и толкнуться до линии, и приземлиться уже на сторону соперника после того, как мяч попал в плашет. Футбол у Трента вполне предсказуемый по той игре, которую демонстрирует эта команда второй партии. Повторный пайп, и был это Томас Самелову. Но который, видимо, все-таки перешагнул среднюю линию, разделяющую две половины площадки. И Трента выиграет после этой ошибки Томаса. Или все-таки трехметровая это была линия? Совсем немного там был заступ на трехметровую линию. Но этого хватило для того, чтобы судьи засчитали нарушение. 25-15 продолжается матч Трента Сан-Джустина. Вот Хенки Анфилд на ваших экранах. И на площадке остался финский доигровщик и капитан сборной Финляндии Томас Самелову. Кстати, в сборную он уже вот в основу попадает довольно редко. Много там и молодых доигровщиков. Но Томасу 37, по-моему, 36. В общем, довольно серьезный возраст для волейболиста. Досадная сейчас была ошибка взаимодействия между Рафаэлем и Мануэлем Беррорелли. Я бы сказал, что здесь Беррорелли больше виноват, потому что он как-то очень вяло, неуверенно, как волейболисты говорят, не в темп шел на эту передачу. Вот если мы обычно говорим про центральных, что все-таки они больше успешны именно как нападающий, чем как блокирующий, то вот в отношении Беррорелли следует сказать, что вот в данном случае все наоборот. Он хорош именно как блокирующий, как составная часть группового блоку. Очень здорово он блокирует на смягчение. Так как нападающий, он, в принципе, довольно средний игрок. Сборный Италии он с 2008 года. И вот если говорить про Мануэлем Беррорелли, то одна довольно интересная деталь его биографии. После нескольких сезонов за свою основную первую команду Фальконара пропустил он два сезона с 2003 года по 2005. Из-за такой специфической волейбольной болезни, как синдром холодных рук, который, в общем, немало хороших волейболистов заставил окончить свою карьеру раньше времени. Вот Себастьян Руэд, известный диагональный французский, из-за этого завершил свою карьеру. Пьер Пужоль связующий мог прекратить играть на высоком уровне. Вот и чуть она не навредила и Мануэлем Беррорелли. Ну, вот нашел он все силы вернуться на высокий уровень. Перед тем, как вышел на подачу, очень убедительно забил. Как бы опровергая слова о том, что он лучше блокирующий, чем нападающий. 4-3 Джустина. Сан-Джустина ведет в счете. Правда, серьезным лидерством в партии это назвать нельзя. Но все равно, его болельщикам, я думаю, приятным. Штокер, вернувшийся на площадку, очередной мяч вбивает на сторону соперников. Чуть-чуть не хватило Томаса Самелову, чтобы обработать эту атаку в защите. Штокер сам подает в сетку. Много он сегодня рискует и много ошибается. Довольно это для него непривычно. Первая партия, я думаю, игрокам тренда показала, что стоит только чуть-чуть ослабить подачу. Начать страховаться и аккуратничать. С той стороны, в общем, можно ожидать серьезных, очень ответных действий. Как сейчас грамотный сыграл Матей Казийский. В принципе, ситуация не располагала к тому, чтобы выиграть вообще эту очку. Главное было тут не проиграть. Он очень мудрый, очень зрячий игрок. Для него это совсем не редкость, не удивительно. Очень сильно он изменился со времен своих игр за московское «Динамо». Тогда он уповал на высоту съема. Мудрее стал, Иван. Что вы хотите? Не всегда ему и здоровья уже хватает. То есть, помним мы его несколько игр за сборную, когда он сам на себя не был похож. Хорошо, когда есть и здоровье. И вот появилась уже такая мудрость. Выгревали баллистам. Так, здорово. Сейчас Рафаэль сам себя подстраховал. И на подаче Матей Казийский. Сетка сегодня стабильно играет за игроков Трента. Паток в очередной раз попадается в блок. Недавно выплывала только подсказка, что у него к третьей партии всего лишь 6 очков. Набрано. Для диагонального это совсем немного. Очень бесконечная. За два с лишним сетом. Если так посмотреть, то при травме, вот той довольно серьезной травме Клэйтона Стэнли, едва ли не он является основным президентом на то, чтобы быть основным диагональным в сборной США. Что они будут делать с таким игроком? Разве что ставить кого-то из доигровщиков на эту позицию? Это мы посмотрим. Будем посмотреть немножко позже, когда начнутся игры мировой лиги. А у нас пока тайм-аут в третьей партии. Продолжается матч в Трента между хозяевами поля волейболистами. Это с Диатек Трентину. И гостями их Energy Resources Сан-Джустино. Ну, вы знаете, что Сан-Джустино это бывшая Перуджа. Буквально до прошлого года они базировались именно в этом городе. Перебрались в километрах 60-70 примерно на север от Перуджи находится город Сан-Джустино. Вообще все это и тот и другой города входят в регион Умбрия. А Умбрия известно тем, что три команды из этого региона участвуют в серии А. Ну, правда, вот только одна из них в серии А1. Еще две в серии А2. Вообще, вначале такой волейбольный регион на карте Италии. Мочератя вторую партию хозяева, то есть волейболисты Мочераты у Вероны взяли. И тоже со счетом 25-21 с таким же, с каким первую проиграли. И все становится на свои места потихонечку в Кунио. Две хозяева второй сет выиграли у Виба Валентии. И тоже там 21-25, 25-21. В общем, там 1-1 пока. Между тем, небольшие замены произошли в составе Сан-Жустина. Не понравилась Хенку Янхелду игра Райля Макибина. И он заменяет его на основного связующего серба Влада Петковича. В принципе, довольно разумное и напрашивающееся решение по ходу этого матча. Это сам Милво. Внес он такой некоторый необходимый градус эмоций в эту игру. Заиграла команда и в защите. В нападении он помогает по мере сил. Играл с Сан-Самелову и в России. Играл он и за Новосибирск. Правда, совсем недолго. Играл за Динамо Калининград. Динамо Янтарь. Вот Влада Петкович. Который является на данный момент основным связующим сборной Сербии. Это довольно сильный сборный. Которая выиграла в прошедшем году чемпионат Европы. И вот он так получалось, что не попадал в основу такой команды, как Сан-Жустина. Наверное, это говорит не столько о ее силе, сколько о странных решениях тренера. Ну, мы не знаем всех мотивов, которые определяли это решение. Поэтому не будем так уж пенять треневую команду. Очень много пертурбаций происходило в составе Сан-Жустина. Заболел у них Саса Старович. Который, правда, уже перешел в Мочерату. Даже в таком состоянии травмированном. Видимо, будет играть за них в следующем сезоне. Ушел от них Факунда Конте. Основной доигровщик перешел в команду с большими амбициями в Монцу. То есть вот по ходу сезона очень их облик поменялся. Рафаэль на подачу у Трента. Неожиданно он переходит на силовую подачу. Подача ему удалась. Трудом Трента перебил мяч на сторону соперника. Сан-Жустина. Здесь у Трента ошибается Хуантарена в нападении. Томас Самилу на подаче. Не очень удачный прием от Хуантарена. Но будет возможность доигровки. Что Крэйзона четвертого номера тоже не забил. Упорство Сан-Жустина было вознаграждено. Очень аккуратно они сыграли на страховке. Зацепили что-то блоком. Подстраховали сами себя. Альвердинг выиграл это столь ценный доигровочный очком. Но вот смотря на такую игру с Сан-Жустино, в общем-то, даже довольно досадно, что они попали в такую сильную группу. Напомню, что третья команда в этой группе оказалась Рома. Именно она занимает по итогам регулярного чемпионата восьмое место. И Рома очень сильная команда, с которой Сан-Жустино будет, в общем-то, непросто справиться. Ну, я не знаю, но думаю, что в основном с очень небольшими, наверное, вариациями результаты вот этого группового четвертофинального этапа будут повторять результаты регулярного чемпионата. Не думаю, что будут какие-то уж очень большие неожиданности, хотя кто знает. Вот разве что в таких группах, где вот, например, в группе С, где играют Куно и Пьяченца, то есть вот такие равные команды, там, конечно, возможны неожиданности. Но не в нашей сегодняшней группе, это точно. Маловероятно. А, кстати говоря, вот, если мы, что уже заговорили о группах, интересно и расписание игр в этих группах, помимо того, что тот самый пресловутый принцип в Мейке, сам по себе интересен, жесткого расписания на эти игры нет. Вот сегодня жребием определялась пара, которые играют в первый день группового этапа, а завтра Рома, которая сегодня свободна, в частности в этой группе, Рома, которая сегодня свободна, будет играть с командой, которая проиграется вот в первом матче. И также во всех остальных, в остальных трех группах. Тоже интересный такой момент. Ларри Себастьян Крюс очень здорово по-прежнему выглядит в нападении. Такая у него очень специфическая манера игры в нападении. Вот сейчас он выполнял довольно неплохую подачу, кстати. Чем-то он мне напоминает португальца Жоао Жозе, который выступает за Фридрис Хаффен, который вот точно так же до последнего находится вот как бы в прыжке и выбирает направление для атаки. Вот когда уже блокирующий следит совершенно в сторону, и тогда он буквально получается на чистой сетке. Атакует, конечно, очень специфическая такая манера игры, которая редко встречается. Вот разве что у Андрея Егорычева иногда вот такие атаки тоже получаются. А у нас Раувердинг неудачно атаковал в доигровке у Сан-Джустина. Проиграл 23-е очко. И, в общем, Трента близок в победе в третьем сете. Не сдается только финский доигровщик в составе Сан-Джустина. Самелу бьется до последнего. Тесно успеет он обыграть в итоге по количеству очков свой диагональный. И он на Патоков вполне возможно. Но сейчас, по крайней мере, Паток очень хорошо подачу выполнил, заставив ошибиться соперников. Ну, регулярно он выходит из сборной США для выполнения подачи. Наловчился он. Заставил ошибиться Османе Хуан-Тарену. На кого сейчас пойдет его выбор и подача. Посмотрим. И Делла Лунга был на приеме. Сейчас он в нападении. Но в нападении ему тяжело состязаться с групповым блоком. Вынудили его ошибиться. А счет-то подравнялся. Ну что, сейчас Стойчев возьмет перерыв, или? Я думаю, Радостин Стойчев может и заменить Делла Лунгу назад на Матея Козийского. Ну, наверное, это было бы даже разумнее. Для того, чтобы поберечь. Козийский уж явно хуже не сыграет. А перерывы, кто знает, как там дело дальше будет развиваться в этой партии. Пока, по-моему, ничего не было, да? И правильно. Иван Паток подает в сетку. Паток сам подарил соперникам матчбол. Я вот тоже смотрю, вышел Козийский или нет. Не показывает нам упор на замены. Что-то на матчболе подавал. Очень подавал аккуратно, и что позволило разыграть атаку первым темпом сопернику Финация. Зону сыграли очень прилично. Данила Финанс и Влада Петкович. Может, Карлев там просто мимо удара прыгал. Штукер выигрывает 25-е очко в борьбе. Но, в общем, отдадим должное волейболистам Трента. Они победили вполне заслуженно, предсказуемо. Ну, а Сан-Джустина, я думаю, надо и поздравить с хорошей очень игрой. И поблагодарить за то, что они так сопротивлялись лидеру. 3-0 Трента впереди. Завтра мы с вами встретимся на очередном матче группового этапа. Иван Азаров и Александр Дементьев с вами прощаются. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»